всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня будет небольшой влог я вам покажу свою посылку с алиэкспресс это у меня кое-что для занятий спортом дома а также у меня мама сегодня будет готовить каннеллони и они без соуса бешамель потому что я забыла купить яйца и я забыла купить молоко вот но мама все равно решила приготовить так сказать из того что есть в общем покажу рецепт но вначале покажу вам свою посылку и кстати я занимаюсь дома конечно мне бы хотелось бы больше времени заниматься но как-то вот запал у меня проходит поэтому я решила себе заказать различные вещи для того чтобы более скажем так активнее заниматься дома вот но пока получается меня это очень радует потому что я повторю сейчас ну не особо у меня есть возможность выезжать в спортзал на бассейн езжу стараюсь по крайней мере хочу почаще туда ездить но пока не получается в общем давайте покажу посылку и так я заказала вот такие резинки они правильно называются вроде бы спандеры да насколько я знаю вот я две уже распаковала пришло все в таком обычном пакетике и здесь у меня получается четыре четыре уровня скажем так у меня получается вот муж сказал что вот это вот зеленая она такая самая слабенькая вот это по тяжелее на растяжение ну и дальше наверное вот эти в общем начну заниматься значит они видите сделаны из такой тонкой просто тонкой резина которая растягивается этому многим вас вас уже видели некоторые девочки показывают на ютубе как они с ними занимаются и в инстаграме я тоже видела вот в общем тоже буду использовать их там на ноги на руки по всякому по-разному вот и кстати я когда выбирала на сайте алиэкспресс я там выбрала их самые какие-то дешевые но у меня мужа установлено приложение вот это алиэкспресс и я обычно заказываю ну то есть через него да то есть набрасываем в корзинку и он потом уже через приложение заказывать потому что у него там скидки какие-то бонусы и так далее так вот то что я взяла самое дешевое он забраковал сказал что какой-то ненадежный продавец и сказал что они какие-то плохие некачественные в общем по итогу он не выбрал сам и чтобы продавец был хороший и чтобы сами резинки были качественные потому что какие-то там как он сказал тонкие очень выбрала и в общем они могут порваться и так далее в общем он не заказал ссылку я на то где я заказала то есть вот на эти на эти резиночки да я вам оставлю внизу в инфобоксе так что зайти ходите посмотрите вот именно чтобы были какие-то хорошие не знаю там по каким параметрам уж муж выбирал но выбрал пришло мне кстати достаточно быстро буквально за две недели хотя было написано по срокам доставки что придет в марте в начале марта но нет я заказала и через две недели уже муж мне получил вот так что буду заниматься и вам того же советую кстати эти резинки мне кажется вообще классная история потому что вы их но они не занимают много места нельзя свернули там как-то сложили потом на ноги одели ножки мы поработали и ручками поработали и класс и не знаю мне кажется вообще классная вот эта задумка поэтому я с удовольствием их заказала у нас в различных вот спортивных магазинах они стоят даже не в два раза дороже а намного больше я смотрела а по качеству они мне мне кажется они такие же я не знаю вот так что вот такой вот у меня заказик и мама у меня сегодня будет готовить вот такие каннеллони я их купила тут в ленте со скидкой были они 30 процентов вот маме работа купила как всегда делала значит их вот это каннеллони можно ну совсем с любым фаршем там даже можно с грибами в общем все угодно какая начинка есть у нас сегодня домашний фарш вот я сделала маленькая там у нас где-то получила его было я добавила лук пожарим с чесночком и добавила мороженые томаты вот у нас там были замороженные вот сейчас вот соль добавим немножко добавлю специи но у нас такая специи хотя это итальянская да все это макароны итальянские приправа но поскольку там травы у нас травы не очень так вот я поэтому так вот ложечку добавила немножко она такая тут смесь тут и хмели-сунели и и для шашлыка и для рыбы в общем всякое-всякое тут у нас приправы на всех лучей жизни я вот пожарил вот так вот оставила остыла вот и теперь будем заправлять ну не знаю попробуем тут у нас вот самое главное что надо вот смотреть вот здесь вот бывает пишут не знаю где-то то есть надо отваривать или не отваривать нет а вот не требует предварительной отварки потому что вот это лазанья там же я отваривала ну да бывает что так нужно предварительно отварить да вот сейчас будем запихивать опа вот так вот будем даже не знаю как вот дырочку закрыть вот мне одна женщина угощала она моя приятельница она делала такую вот с творогом ну там вообще сказка то есть такие же каннеллони только с творогом да начинка обыкновенный творог там у нее сладенькая такая у нее там тоже но в общем то что остатки собирается вот как мы в этот раз собираем все остатки потом тоже сделано да в общем там вкуснятина была конечно вот так вот будем я конечно все у не уйдут вот сколько тут фарша будет так вот можно и с куриным оказывается и с грибами там фарш с грибами или можно даже мне кажется даже можно картошку с грибами сделать пюре и вот то есть вот такой вот записывать записываю но такие лучше чем вот эти ракушки ракушки там конечно ну вот вот я значит из полкило фарша 2 луковицы 3 чесночка и помидорки вот у меня получилось раз два три четыре пять шесть семь пятнадцать штук а это просто то что осталось на сковородочке все сюда все равно да и пачка не целая здесь 250 грамм и еще осталось 1 2 3 5 8 штучек то есть надо еще будет покупать теперь надо делать соус вообще по-настоящему должен быть соус бешамель но поскольку в нашей семье в этот раз молока нету лицо осталось тоже не куплено собираю все что есть из молочки это камушек мой огород моя поехала со списком купила все по списку да не то слово вот девочки у нас тут остатки сметаны вот все прямо выгребали будет у нас обыкновенной то есть никакого соуса бешамеля не будет а будет будет вот такой вот метана остатки вот кстати можно будет потом может попробовать остатки сливок которые это желание до оставьте просто мало сейчас будем все полоскать и будем добавить обмываем эконом вариант если не хватит оно должно быть конечно все покрыто ну что добавим водички теперь добавляем яйцо попробуем надо будет может добавить соль так все взбиваем сюда добавим немножко еще сыр вот я натру и часть просто сверху посыпем и все добавила сыр сюда вот он такой вот чуть-чуть добавила да попробуем я еще сюда добавила сахарку и соли ну лучше чуть-чуть не до соленый потому что сыр соленый вот это все заправлено у нас солью в общем вот вот так вот вот так вот так вот сейчас будем заливать да еще забыла сказать что внизу я маслом помазала ну чтобы да обычно делается соус кладется бешамель а потом вот эти выкладывается и сверху снова соусом ну чтобы не пригорало ну в общем вот так вот маловато ну что будем делать ну что водичку добавлять он должен быть закрыт потому что это же не отварно не вареные кефир сюда не подойдет ну вот что делать единственная надежда конечно на сливки очень жирные сливки 33 процента да вот они должны быть закрыть и вот так ну как вот им как бы помешаем как бы вот так вот этот вот всплывают да вот они всплывают теперь у меня уже духовка включена на 180 градусов я всегда накрываю значит она духовке на 40 минут полчаса там зависимости вот значит половина времени у меня идет под пленочкой а потом до минут 20 40 минут 20 30 минут а за 10 до за 10 минут до окончания я уже буду сниму пленочку посыплю сыра потому что она там если так оставить я так считаю что вода вода испарится да вот это вода соус испарится будет он как бы не готовый потому что это самые макаронины вот эти и вот такая вот вкусная вещь у нас получается очень ароматная кстати аромат на всю на весь дом вот что очень вкусно и аппетитно выглядит вот так вот это все дело выглядит в разрезе мама стояла 20 минут под фольгой и потом она фольгу сняла посыпала сыром и не стояла еще 20 минут но мама говорит что нужно 20 минут и еще 10 минут то есть 20 минут под фольгой и 10 минут когда посыпали сыром потому что видите макароны ну вот эти каннеллони они вот немножечко покажу видите они немножко как бы развалились вот поэтому нужно 20 и 10 да и сразу вытащить не оставлять да и сразу вытащите не оставлять духовке вот мама говорит но очень ароматно сейчас будем пробовать вот и каннеллони кстати получились очень вкусные несмотря на то что там нету соуса башамель но мама у меня еще придет делать лазанью так как я листы вот эти для лазани тоже приобретала вот и не уже я куплю съезжу магазин куплю молоко там и все что нужно для этого соуса и мама покажет как она его делает и конечно же девочки давайте будем заниматься спортом вместе со мной потому что ну на самом деле дома конечно конечно намного удобнее заниматься чем ездить в спортзал потому что это нужно доехать это нужно потом опять приехать пока там душ примешь в общем да это достаточно долго а вот думаю по быстренькому сделал класс но мне пока нравится пока есть запал пока что я мало занимаюсь так знаете ну где-то по полчаса даже бывает меньше вот хочу увеличить время занятий но надеюсь что у меня это получится ну и на сегодня я буду заканчивать небольшой влог надеюсь он для вас был полезен и интересен не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую и до новых встреч